Добродел – это живой канал обратной связи, проанализировав который, можно понять, какие проблемы властям необходимо решать в первую очередь. В нашем районе большинство пользователей портала жалуются на скопившийся за зиму мусор и плохое состояние дорог. За минувшую неделю от Одинцовцев через интернет-ресурс поступило более 3,5 тысяч жалоб, 835 из них повторные. Это слишком большая цифра, подчеркнул Андрей Иванов. Ее необходимо значительно снизить, количество просроченных обращений свести к нулю и начать работу над качеством ответов на жалобы. Такие указания дал руководитель муниципалитета главам городских и сельских поселений. Второй вопрос – повестки дня, итоги общерегионального субботника, который прошел в Одинцовском районе 21 апреля. В нем приняли участие больше 52 тысяч жителей. Вопреки прогнозам синоптиков, погода позволила выполнить все запланированные работы. Приведены в порядок почти 300 дворов, 236 детских площадок, 92 воинских захоронения. Собрано и вывезено более 3000 кубометров мусора, высажено 102 дерева, обустроен 31 цветник. Проведена обрезка 580 сухостойных деревьев и кустарников, побелено 7280 деревьев. Общерегиональный субботник завершен, но месячник чистоты в Одинцовском районе продолжается. А значит, у тех, кто не успел присоединиться к экологической акции, еще будет возможность наверстать упущенное. Все предстоящие субботы, о которых сказал Михаил Владимирович, они будут в основном посвящены мемориальным нашим комплексам, центральным площадям. Все, что связано с захоронением наших воинов, мы с вами плавно переходим к подготовке к 9 мая и к этим большим праздничным дням. В середине апреля в Одинцовском районе стартовал ямочный ремонт дорог местного значения. В этом году планируется привести в порядок в 2,5 раза больше дорожного полотна по сравнению с 2017-м. Андрей Иванов подчеркнул, что при проведении работ особое внимание необходимо уделить качеству их выполнения. Должна быть грамотно организована приемка дороги, Сергей Вячеславович. Плохую работу мы принципиально не можем, не должны и не будем принимать. Вы, наверное, сталкивались так же, как и мы, как и жители. Мы видим это тоже по фотографиям от нашего населения. Потому что дороги до сюда ремонтируются в любую погону. В дождь, в снег, в ветер, в общем, вне погоны, так скажем. Считаю, что это как раз тот вариант, когда подрядчики исполняют свою работу плохо. С апреля этого года в Московской области действует новая система контроля качества ремонтных работ. Она позволяет в онлайн-режиме следить за обновлением асфальтового покрытия. На первом этапе у нас были заведены в эту систему все автомобильные дороги, местное значение, которое у нас имеется. В дальнейшем выдается подрядчику соответствующее задание провести инспекцию той или иной дороги. Подрядчик выходит с телефоном, со смартфоном, фиксирует эти ямы в мобильном приложении. Соответственно, мы эти ямы видим. И подрядчику выдается задание на устранение выявленных ям. Затем приложение фиксирует выполнение работ, после чего приемку обновленного участка дороги осуществляют специалисты. Гарантия на ямочный ремонт один год. Если же покрытие не выдержит этого испытания временем, подрядчику придется проводить работу над ошибками. На сегодняшний день в Одинцовском районе оцифровано 1177 ям. У этих ямам должен быть план. Если они уже попали в систему и понятно, что это яма, то должен быть план и график, когда вы выходите на ремонт. И кто выходит на ремонт. Оцифровка ям с помощью новой программы завершится в Одинцовском районе в середине мая. Полностью закончить ямочный ремонт дорог местного значения планируется к 1 июля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова